Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» 988 млн. рублей направят на совершенствование рекреационных локаций. Львиная доля средств от порядка 900 млн. поступит из федерального бюджета, еще 90 из республиканского. За год объем финансирования вырос почти в три раза. Выплаты от 83 до 263 млн. рублей пойдут на развитие пляжей, обустройство детских спортивных зон, создание кемпингов, покупку оборудования, проектирование туркода центра Уфы, ну а также поддержку инвестпроектов по созданию модульных отелей. Ну и по словам замминистра предпринимательства, туризма Ильнура Токтаева, одной из главных проблем развития туризма в регионе является качество подъездных дорог к объектам. Ну и также есть большая потребность в туалетных комнатах, на сплавных и пешеходных маршрутах. Ну и дополню, в апреле этого года в правительстве заявили о предоставлении 280 млн. рублей на реализацию проекта «Школьный туризм и башкирское долголетие». Обновленную площадь первооткрывателей башкирской нефти в Ишимбае жители увидят в 2024 году. Сейчас строители завершают второй этап работ. Они выполнены уже на 90%. На территорию устанавливают амфитеатр, новую систему освещения, ну а также оборудуют зоны отдыха. С ходом строительства ознакомилась правительственная делегация. Ради Хабиров отметил, что необходимо обновить памятник, ну и благоустроить сквер, который протянулся от площади до городского дворца спорта. В центральной части Ишимбае глава республики посетил сквер молодоженов. Раньше там была заброшенная территория, но в этом году ее начали благоустраивать. Находящийся рядом дворец бракосочетания обновят в следующем году, отремонтируют фасад и крышу. Делегация также осмотрела Центральный парк культуры и отдыха имени Александра Матросова, где также полным ходом идет строительство. В этом году будет первый этап. Музыческий парк, футбольная площадка, полейбольная, зафутбольная, бюджетная площадка, музыческий парк, бюджетная площадка будет. Будут три павильона. Павильон прокат, затем павильон мороженое. Вначале павильон охраны будет. Ну и в Ишимбайском районе планируется преобразовать территорию бывшего Верхоторского медиплавильного завода. Проект победил в федеральном конкурсе и получил грант более 65 миллионов рублей. Ну и дополнительно регион направит на обновление заводской площадки 25 миллионов рублей, еще 4 миллиона на средства из внебюджетных источников. Ну вот у пруда установят пирс, оборудуют пляж с лежаками, на территории построят визит-центр и торговые ряды. Вице-премьер правительства страны Дмитрий Чернышенко отметил Башкортостан в числе регионов, которые провели большую работу по обновлению инфраструктуры спортивных школ. Тему подняли на совещании президента страны с членами правительства. Ну вот в преддверии нового учебного года Владимир Путин поинтересовался, как продвигается работа по возвращению спортивным школам статуса образовательных организаций. Ну и по словам Чернышенко, сейчас формируется единая информационная система управления спортивными школами. Благодаря ей на контроле ситуация по каждому учреждению. Регионы провели огромную работу, просто гигантскую, по приведению в нормативное состояние инфраструктуры спорта. Там, конечно, было что делать, и они направили финансирование свое на реконструкцию, на ремонт объектов, закупку инвентаря, оборудования. То есть это совершенно новый уровень сейчас, 1 сентября у нас спортивные школы будут. Ну, прежде всего, конечно, хотел отметить Башкортостан, Брянск, Верховскую, Ярославскую, Московскую область. И они действительно молодцы, нашли средства, выделили. Ну вот в прошлом году Башкортостане, благодаря региональному проекту «Успех каждого ребенка» отремонтировали 43 школьных спортзала. В этом году обновили еще 22. Ну, 20 сдадут до начала учебного года. До 2024 года этой работой планируется охватить 288 школ, в которых учатся 33 тысячи детей. Лесопользователи в республике оштрафовали почти на 3,5 миллиона рублей. По большей части нарушения связаны со складированием на участках порубочных остатков и несвоевременной их уборкой, сообщили в региональном лесхозе. Месячник по обеспечению санитарной и пожарной безопасности в лесах выявил 230 нарушений. Всего же инспекторы обследовали более 1100 гектаров лесосек. Половину из этой площади занимают арендованные участки. В адрес виновников направили 222 претензии и предъявили неустойку, предусмотренную договорами. Здесь все зависит от степени нарушения. Скажем, площадь захламления лесного участка, если большая была, то штраф был побольше. Если там где-то чуть-чуть недоубрался, то там как бы поменьше было. Если, условно говоря, гектар не убранный лесосек, то где-то штраф около 5-6 тысяч на 3 умноженную, где-то 1015, наверное, было 20. До этого проводили протилактические мероприятия, предостережения выдавали. Поэтому к моменту, скажем, месячника более-менее, более ответственные лесопользователи убрались. Ну и ранее сообщалось, что в республике виновникам лесных пожаров выписали штрафы на сумму более 2 миллионов рублей за первое полугодие. Вред лесам и природным объектам после 29 пожаров составили порядка 11 миллионов рублей. Затраты на тушение обошлись в 3,5 миллиона. С сегодняшнего дня через реку Уфа в районе деревни Князева открыли паромную переправу. Водные сообщения запускают в связи со сложностями передвижения через Шакшинский мост. Он частично перегрыт из-за капитального ремонта. Как сообщили в службе речных переправ, тестовый проход парома по новому маршруту прошел успешно. К переправе организованной подъездной пути паром будет работать до 23 октября. Стоимость пассажирского билета 33 рубля, для льготников 28. Цена для легкового автомобиля в зависимости от его массы варьируется от 160 до 300 рублей. По единой транспортной карте действуют скидки. Добавлю, Князевская переправа начала работу в 1962 году. Необходимость не исчезла после строительства Шакшинского моста в 1984. После 40 лет забвения прилегающие пути пришлось обновить. Спуски стихийно оборудовали насыпь. Там работал экскаватор. Подходные пути пришлось корректировать. То есть почти что по существующим путям, но тем не менее некоторые корректировки пришлось нести. Так как и русло реки тоже изменило некоторые свои донные характеристики. Значит, пока сказать сложно, какой будет машинопоток. Поэтому первые дни будет работать в тестовом режиме. То есть будем как раз таки определять, какие нужны промежутки между рейсами. Ну и отметим, что часть моста через реку Уфу у поселка Шакша закрыли 31 июля на ремонт. Его состояние оценили как предаварийное. Движение по мосту разрешено по двум полосам проезжей части. Кроме грузовиков, завершить ремонт должны в конце февраля 2025 года. Ну и в завершении выпуска информации о курсах валют, установленных Центробанком на сегодня. Доллар и евро откатились назад. Американская валюта подешевела на 2,95 рубля, курс 93,74 рубля. Евро подешевел на 3,47 рубля и курс 102 рубля 18 копеек. Ну и лучшие обменные курсы к этому часу. Покупка доллара в Промтрансбанке за 91 рубль ровно. И продажа в банке Финам за 93,90 рубля. В ВТБ банке за 99 рублей ровно. И продажа в Финаме за 102 рубля 10 копеек. К этому часу вся информация. Оставайтесь с РБК.